Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Четрару призналась Сергею Захарьяшу в том, что у неё всё-таки было волшебство с Филом Кострубовым. Она попросила парня не выдавать её. Но на лобном Захарьяш извинился перед Филом за то, что обвинял его во вранье. Захарьяш отличился на одной из вечеринок. Он провёл ночь любви с Сашей Шева. Захар Соленко и Лера Фрост поругались и за денег. Захару не нравится, что его зарплата делится на двоих, а зарплата Леры только её. Захар говорит, что так они никогда не накопят на машину. Зрители не понимают, почему Леру Фрост до сих пор не выгнали и не отсчитали за воровство, как это было с Кристиной Лапзиной. Ведь недавно Марина Африкантова жаловалась, что Лера взяла её вещи, а потом нагло их присвоила. Также девочки на поляне недавно обсуждали, что половина гардероба Леры состоит из чужих вещей. Алексей Купин запретил общаться Майе Донцовой с Машей Кахно. Майя до слёз расстроилась, но в итоге выбрала Алексея и отказалась от общения с лучшей подругой. Саша Черной и Иосиф Аганесян окончательно помирились. Олю Рапунцель и Диму Дмитренко пригласили на первый канал в программу «Пусть говорят». Им предложили 200 тысяч за то, чтобы они рассказали там свою историю. Но ребята отказались. После расставания с женой Дмитренко будет снимать квартиру с Димой Лукиным. В этом скандале мама Димы встала на сторону своего сына. Она говорит о том, что Оля испортила ему жизнь и судьбу. О Диме все теперь думают плохо, он не сможет устроиться на работу. Она считает, что провокацию с изменами устроила сама Оля. Она ведь имела полный доступ к его мобильному. Саша Гозес была на передаче Андрея Малахова. На ней обсуждали тему, как измельчали современные мужчины. Кристина Дерябина ответила на вопросы подписчиков, когда же у неё будет свадьба. «Предложение будет в этом году точно», – ответила она. Так как очень многие сомневаются в том, что Вика Романец и Антон Гусев стали мужем и женой, пара показала своё свидетельство о регистрации брака. Александр Задойнов опровергает слухи о женитьбе. «Никакой невесты, а тем более жены, у меня нет и не предвидится в ближайшие годы. Я ещё не готов по многим причинам, кроме молодого возраста. Я не исключаю политического поприща для приложения своих организаторских и интеллектуальных способностей. Я придерживаюсь принципа «сначала думай о родине, а потом о себе». Женился бывший участник проекта Георгий Малиновский. Его супруга – москвичка, ей 24 года. Он рассказал о том, что со многими пересмотрел отношения после недавнего инсульта, например, с Николаем Должанским, который оказался крысой. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.